Добрый вечер! Пожалуйста, поставьте плюсики, если есть звук, хорошо видно и слышно. Если работает чат, если работает презентация, веб-камера. Я видел, два человека уже заранее цитировали подобную фразу, да, с угадыванием процентов на 50. Так, ну, представлюсь, зовут Дмитрий, буду этот вебинар у вас вести. Вот, кто хочет поподробнее что-то почитать, посмотреть другие уроки, внизу этого слайда ссылочка на сайт. Ну, а мы давайте сразу перейдем к делу. И у меня к вам такой вопрос. Вот вы на вебинар по WordPress пришли. Как вас судьба занесла на эту темную сторону веб-разработки? Да, ведь про WordPress есть очень много разных мнений. И вот, кому с какой стороны WordPress прилетел? Или еще не прилетел, а просто думаете, стоит им заниматься или нет. Так, фриланс заставляет, нужно по работе. Так, нужен много заказов на фрилансе, жизнь заставила для общего развития, прошлый век. Ну, понятно, вот мы видим мнения совершенно разные. Видел, что некоторые из вас в чате цитировали то ли мое видео про отношение к WordPress, то ли комментарии, которые на YouTube были к этому видео оставлены. Вот, и именно из-за того, сколько комментариев на YouTube вызвало противоречивых видео про отношение к WordPress, я бы вот хотел начать именно с первых двух пунктов, которые вы сейчас в программе видите, потому что, конечно, сразу хочется перейти к самой задаче, да, открыть код, открыть верстку и начать делать тему WordPress. Вот, ну давайте подумаем просто по поводу самого WordPress, то есть стоит обращать на него внимание или нет. Вот, когда где-то чуть менее года назад опубликовал на YouTube видео про отношение к WordPress, где назвал его, ну, как бы рабочим инструментом для решения какого-то конкретного типа задач, то мнения в комментариях разделились совершенно полярно, от того, что, как бы, все, что написано на WordPress, это плохо, до того, что вообще все, что написано на PHP, это отвратительно. Это с одной стороны так ребята выступали. С другой стороны, наоборот, некоторые писали, что раз я WordPress ругаю, значит, маловато с ним работал, потому что на нем можно сделать все, что угодно, и соцсети, интернет-магазины, и сделать так, чтобы все там было нормально и четко. То есть, вот, понимаете, такое совершенно разное в обществе отношение к WordPress, к PHP, ко всему остальному. Вот, и, значит, смотрите, вот, на мой взгляд, что кажется, ну, такой правильной идеей, с которой поспорить достаточно трудно. Вот, когда вы хорошо знаете PHP, и у вас есть выбор сделать админку для лендинга или для сайта на WordPress, или на каком-то PHP-фреймворке, ой, это давайте я быстро зачеркну. Так, вот этой строчки на слайде нет. Значит, когда вы хорошо знаете PHP, и у вас есть выбор делать админку для лендинга или для сайта на PHP-фреймворке каком-нибудь, либо на WordPress, вот, то это одно дело. Да, потому что вы все равно берете этот заказ и просто выбираете для себя, как вам делать приятнее. Может быть, там на фреймворке больше времени потратится на простой проект, но вам просто будет для души это приятнее делать. И тогда отношение к WordPress может быть одним. А вот смотрите, другая ситуация. Вот представьте, что вы верстальщик, а вы наверняка здесь в основном все верстальщики. И нужно заказчику сделать не просто верстку, а сайт под ключ. Потому что бывают такие заказчики, которые вообще не знают, что такое верстка. Они знают, что вот есть картинка, да, и мне надо такой сайт вот сделать. Вот, если ты ему скажешь, я тебе сделаю верстку, потом пойдешь на фриланс искать еще кого-то, кто тебе это потом сделает из этого динамический сайт, то заказчик вряд ли на это согласится, потому что ему приятнее, чтобы было не так много исполнителей. Да, всегда приятно, когда один исполнитель там как бы и одно сделает, и другое, с ним просто взаимодействовать легче. И, соответственно, вот в такой ситуации, если вы верстальщик и там, допустим, чуть-чуть знаете PHP на уровне основ программирования, вопрос использовать WordPress или нет, или любую другую CMS фактически равен вопросу. Отказываетесь вы от заказа, или вы его берете и делаете на том инструменте, который, возможно, в сфере веб-позработки считается там, ну, таким немного трэшовым где-то. Бородатые программисты вас обязательно наругают потом за это. Но у вас вот такой вот выбор. Либо взять заказ и быть обруганным каким-то воображаемым бородатым программистом, либо отказаться от заказа и с чистой совестью искать новый. Вот какой вариант вы берете? Так. Брать заказ или не брать? Вот. Или, ну, его лучше верстку дальше идти делать. Так. Взять заказ и с чистой совестью искать еще один. Ну, понятно, понятно. Так, если нет опыта, можно заказ, но тут все зависит от наглости разработчика, брать ли заказ без опыта или нет. Вот. Ну, короче, я, знаете, вот не готов ответить на вопрос, как бы WordPress это хорошо или это плохо. Вот, как когда-то, по-моему, уже говорил, значит, вот молоток это хорошо или плохо, да? То есть, вроде на ужин его не приготовишь, а гвоздь забить им можно. Поэтому и с WordPress, на мой взгляд, та же ситуация. Многим заказчикам не нужен крутой сайт. Да, то есть, вот WordPress часто ругают по поводу того, что он там безопасности у него никогда не будет. Да, не будет. Тормозить на нем сайты будут? Да, будут, будут грузиться полсекунды, секунду, это долго. Но у заказчиков, у многих, нет денег заплатить за нормальный сайт, на который надо потратить месяц разработки. Им надо, вот, чтобы за 10 тысяч рублей там прикрутили, и все бы остались довольны. Вот, значит, вопрос по поводу сам, пользуюсь им или нет. Только для тех проектов, где надо сделать что-то очень быстро. Где вот просто, скажем так, делать на фреймворке, на самописной CMS-ке, ну, где это просто нерентабельно будет. Вот, тогда можно взять WordPress и все окей. Ну, что, плюс, а нет, если в целом, как бы, нет возражений по поводу сказанного. Вот, если есть, то, может, напишите. Ну, то есть, если вот, вроде, ничего про WordPress неплохого, нехорошего не сказал. Еще, кстати, смотрите такой момент. Вот, один из комментариев, который был к видео на YouTube, гласил, что можно за 4-5 часов на нормальном PHP-фреймворке сделать админку. Ну, это, во-первых, если вы хорошо знаете PHP, а, во-вторых, понимаете, в чем еще дело? Многие контент-менеджеры привыкли к определенным интерфейсам. И те админки, которые делают программисты самописные, это, знаете, вот, это бывает просто нечто. Они делают так, как им удобно и логично. То есть, например, картинку не прикреплять к записи через отдельный интерфейс, потому что это, типа, долго. Лучше просто назови картинку таким же айдишником, как айдишник статьи, которую можно в админке увидеть. Да, и положи ее в нужную папку. И вот потом этот бедный контент-менеджер такой смотрит на такую админку, как я не знаю на что. Вот, поэтому WordPress, конечно, во многом держится за счет того, что эта тема популярная, что и контент-менеджеры к этому привыкли. И потом нового программиста на этот проект еще очень легко найти. И поэтому, как бы, эта тема для верстальщиков может быть интересна. Для верстальщиков, тех, которые там знают немножко PHP, да, и хотят делать не просто верстку, а целиком заказы. Значит, вот по поводу админку в ВП самое удобное, это, наверное, спорное утверждение, но мне она нравится больше, чем админку у того же Мадекса. Потому что на Мадексе у программиста гораздо больше шансов накосячить, в том плане, что сделать неудобно. Там бывают такие навороты, появляются, но это, опять же, дело вкуса. То есть тут у каждой CMS есть свой адепт. Но при этом, смотрите, теперь новость, наверное, не самая приятная. У кого как с основами программирования на PHP? По, не знаю, там, пятибалльной шкале. Так, просто интересно. Основа программирования, то есть переменные ветвления функции цикла массива вот в таком духе. Значит, вот если кто хочет делать сайт на WordPress без знания PHP, хотя бы там самых-самых основ на уровне умения вызвать функцию, вернуть из этой функции массив, да, там этот массив потом циклом в шаблоне распечатать, вот для вас этот вебинар станет демотиватором. Но сразу предупреждаю, что если хотите работать с WordPress, там, с помощью Visual Composer и готовых тем, лучше сегодняшний урок не смотреть. Потому что через, там, каждые 10 минут будет очередной демотиватор прилетать в плане того, вот смотрите, как легко и удобно, когда мы знаем PHP, да, и как мы можем за счет этого динамический контент сделать, там, где-то еще удобство получить и все остальное. Да-да-да, ну вот, видите, на всякий случай предупреждаю сразу. И сейчас я уже, пожалуй, тогда запущу трансляцию рабочего стола и посмотрим, на каком примере сегодня покажу создание такой простой темы WordPress и статической верстки. То есть, по сути, сделай ситуацию, когда у вас есть сделанная верстка, а заказчик хочет, чтобы у вас в итоге была не верстка, а реальный лендинг. Значит, по поводу записи на YouTube, да, она, конечно, будет. Вот, держите ссылку. Появится, я думаю, сегодня к ночи. Ну и вот, собственно говоря, это лендинг. Верстал его не я. Я там чуть только подправил. Самые такие основные моменты. Это вообще верстал ученик после трехмесячной программы Школы современных технологий, вот, по данному PSD-макету, купленному. Ну, собственно говоря, вопрос вот такой. Давайте сначала обсудим, зачем этот лендинг вешать на WordPress? Только ради отправки вот этой формы? Или что? Вот в таком именно варианте. Да, вот, смотрите, тут что-то работает, кнопки какие-то, слайдеры какой-то есть там. Статистика, слик подключен вот здесь вот. Так. HTML, разменять контент для контент-менеджера ради админки. Да-да-да-да-да, совершенно верно. Вот, но насчет редактирования меню далеко не факт, потому что все-таки это меню в рамках лендинга. То есть, это, ну, не такое классическое меню между страницами. Вот, и тут действительно... Вот видите, кстати, один коммент по большому счету не очень нужен. В принципе, вот, когда вот эти два слова становятся рядом лендинг и WordPress, действительно возникает легкое ощущение странности ситуации, потому что все-таки, ну, WordPress блоговая платформа с кучей плагинов там для каких-то других типов сайтов, а мы собираемся на него посадить лендинг. Почему лендинг я, кстати, выбрал для этого вебинара? Потому что для того, чтобы посадить не лендингом многостраничник, нужно больше гораздо времени. Вот, и нам в рамках одного урока на это времени просто не хватило. Так вот. И смотрите, что тут получается. Если вам надо добавить к этому лендингу динамику только в том плане, чтобы отправлялась вот эта форма, то, наверное, WordPress никакой и не нужен. Почему? Потому что вы при минимальных знаниях PHP делаете на сервере обработчик, на сервере обработчик, и Аяксом отправляете из JavaScript, если вы верстальщик Аякс там хоть чуть-чуть знаете, или в доках найдете, как в jQuery, $.post написать. Да, вы отправите Аяксом запрос на сервак, сервак данные на почту админу перешлет, все, ничего больше не надо. Вот у кого ничего не видно, попробуйте F5 нажать. Вот, если центральная часть не видна. Но, а что теперь нормальному заказчику нужно, скорее всего? Почему здесь три вопроса и ответа? А если их должно быть 4, 5, 6? Если он должен уметь этот контент редактировать. Теперь смотрите далее. А отзывы клиентов добавлять? Он что, в HTML что ли полезет эти отзывы добавлять? Не, может он, конечно, продвинутый и сможет это сделать, но это далеко не факт. Скорее всего, он в HTML ничего не понимает, и ему вот это будет казаться чем-то странным. Ага, к верстальщику пусть обращается. Вот он и будет к вам обращаться каждый раз, когда нужно контент изменить. И будет капать на мозг, типа, ой, правочка в рамках бюджета. Да? Надо сделать так, чтобы данные были какие-то динамическими. Чтобы он мог из админки вот это редактировать. И вот у меня к вам вопрос. Вот как вы считаете, в WordPress из коробки без плагинов может нам в этом помочь или нет? Ведь все-таки в WordPress вроде только страницы и статьи. Как вы считаете? Так, может. Так что, вы все уже знаете, что ли? Так, разные темы есть. Может, может реализовать. Хорошо, а что он может реализовать-то? А то, видите, все пишут, что может. Так, динамику, нужна магия. Никаких плагинов сначала не будет. То есть мы сначала как бы статически этот контент разместим, а потом... Да, вот вижу, Павел знает, надо делать просто разные типы записей. Вот и все. Мы до этого доберемся. Просто учтите, что вот мне не очень нравится, на самом деле, как идет перевод на русский язык некоторых английских слов, связанных с WordPress. Вот есть такое слово «пост», и его можно перевести как «запись», как «новость». И это порой сбивает, потому что в WordPress можно делать свои типы постов. И по умолчанию там есть один только тип постов, который как раз-таки сделан для блога. И второй тип постов, который для страниц, там третий тип постов — черновики и так далее. Но мы можем с вами регистрировать свои типы записей. И вот здесь вот слово «запись» и слово «пост» часто путают люди. И мы постараемся с вами с этим разобраться. Но начнем с более простой вещи. Просто учитывайте, что вот через минут 20-30 вы видите, что WordPress из коробки позволит нам сделать динамическую генерацию вот этого всего контента. Да, если мы чуточку постараемся. Вот, но начинаем мы с создания темы WordPress, потому что, смотрите, у меня установлен здесь пустой WordPress с стандартной темой. Ничего нет, поставил полчаса назад, специально перед уроком. Вот, и все начинается с того, что мы должны создать свою новую тему. У меня, кстати, к вам вопрос. Вот мы сейчас будем с нуля тему создавать. А может быть, проще готовую какую-нибудь взять и туда нашу верстку с помощью Visual Composer перекрутить всего остального? Вот, ну что я-то сейчас новую папочку создам. Такую вот пустую. Так, лишний код. Не, не надо, чтобы левые ссылки были. Не, ну можно платную тему взять. Да, вот тут есть такая интересная ситуация. Сейчас как раз вот в школе современных технологий есть преподаватель Глеб. Он там ведет HTML, JavaScript, и он проводил разок вебинар по WordPress. Так вот, что было интересного? Он хорошо умеет работать с готовыми темами. Да, он много сайтов на WordPress сделал. Говорил там чуть ли не 60 где-то штук уже, или больше даже. И вот он показывал использование готовых тем, даже премиум тем платных. И я что на вебинаре увидел, на том, почему вот этот вебинар решил организовать. Потому что народ вроде все понимает, что рассказывают, но когда верстальщики видят Visual Composer, то, какой код он генерирует на лету, то, какой код генерирует какие-то фрагменты платных тем, то они просто выпадают в осадок. То есть вроде все и работает, и верстальщики такие сидят на это, смотрят, и по сообщениям в чате видно, что там как бы просто все удивляются тому, как неудобно где-то надо в ручной стиле прописать и так далее. Вот, поэтому смотрите, создаем тему с нуля. Значит, делаю папку, называю ее, ну, просто Quadra назвал, ну, потому что landing Quadra app с этим, с рыбными текстами. Сейчас закину эту папку в Sublime и зайдем на вкладочку в нашем WordPress, которая называется «Внешний вид темы». Вот видим, что сейчас у нас доступны три темы по умолчанию. Для того, чтобы наша тема стала доступна, для этого мне надо в ней создать всего-то, вот она всего один файл, который будет называться «Style.css», и в этом файлике надо в комменте вписать название нашей темы. Template name. Да, то есть то... Ой, то есть не template name, это я немножко уже с шаблонами страниц забежал вперед. Zem name. Да, то есть как-то просто называю эту тему. Да, и вот вижу, уже говорят, что индекс надо задать. Видите, следующая тема установлена, однако являются неполными, шаблон не найден, автономные темы должны содержать индекс, дочернее содержать темплей. Ну ладно, раз он просит создать индекс, значит давайте индекс создам. Index.php. Пустой файл напишу здесь, допустим, единицу. И вот смотрите, что сейчас произойдет. В админке у нас появляется возможность активировать эту тему, и после ее активации сайт перестает работать, потому что теперь все обрабатывается вот этим нашим файлом Index.php. Но по сути вы уже создали свою первую WordPress-тему, плюсуйте, если понятно, как мы это сделали. В принципе мы уже материал вебинара прошли, да, вот WordPress-тему первую сотворили. Так. Но все-таки мы лучше продолжим. Вот дальше нам с вами надо будет понять, какие еще файлы тут могут быть нужны. Для этого мы подумаем про структуру URL-адресов. Я думаю, что она, кстати, первична. Вот давайте мы как раз с нее и начнем. Скажите, если это лендинг, одностраничник, то по идее получается то, что вот он должен быть доступен по такому адресу. И у меня к вам вопрос. Ну, то есть тут любой сайт хотел написать. У меня к вам вопрос, а что должно происходить при запросе вот на такие адреса? Сайт А, сайт Б, сайт ля-ля-ля. 404. Переадресация. Нет, вот переадресация с точки зрения SEO не совсем правильно. Хотя для лендинга, как бы, наверное, можно 301-й редирект поставить, ничего плохого не будет. Но, по сути, у нас с вами сейчас такая интересная ситуация получается, что вот это вот все должно выдавать ошибку 404, а вот здесь вот у нас должна быть статическая страница. Статика страниц. Вот, либо другие страницы, совершенно верно. Но мы все-таки считаем, что это одностраничник, и, исходя из этого, решаем поставленную задачу. Поэтому первое дело, которое нам в WordPress надо настроить, это поставить на вот этот адрес статическую страничку. Для этого я на секунду вернусь обратно на тему 2017, снова ее активирую. Видим, все работает, но также видим, что на главной странице у нас выводится блок, а не какая-то статическая страничка. И для того, чтобы здесь была статика на главной, я, допустим, вот этот вот пример страницы сейчас поменяю. Могу сделать у нее какой-то URL-адрес, скоро увидите, зачем я это делаю. То есть, обратите внимание, да, запомните, что я сюда вписываю, я сюда вписываю слово Home, главное, вот, ну, я впишу сюда пока что просто главное, и, внимание, сотру все из контента. Да, то есть, просто нажму кнопку обновить. Видим, у нас эта страничка есть, доступна по адресу Home. И теперь очень простое действие, которое актуально для любого сайта лендингового типа, и вообще для многих сайтов в целом. Настройки чтения. На главной странице отображаем статическую страничку. Сюда ставлю страницу главная, а страницу записи я вообще не буду нигде отображать. Поэтому я не выбираю для нее абсолютно ничего. Теперь, когда нажимаю на сохранение, то мы видим то, что по вот этому адресу у нас расположена именно главная статическая страничка. Вот так вот. Блок мы унесли куда-то, в неизвестном направлении. Просто взял, расположил на индексе. Не на индексе, то есть на названии домена статику. И, кстати, теперь мы видим, что при заходе на главную контент-менеджер не может поменять у нее URL-адрес. То есть не сможет ничего сломать. Вот такое вот первое действие. Вынесли статическую страницу на главную. Вот, плюс они, если понятно, зачем мы это сделали, чтобы она была доступна именно под прямому URL-у, да, по названию домена. Не обращайте внимания, что здесь не чистый домен, а как бы там еще слэш WPLand написано. Это связано с тем, что разработка ведется на XAMP, да, и после localhost-а записывается название папки, где лежит корень нашего проекта, корень нашего сайта. Так, хорошо. А теперь я снова возвращаюсь во внешний вид темы, активирую нашу. Да, можно положить в корень скриншот PNG, как просили в чате. Вот, но мы пока этого делать не будем. Так, значит, что мы здесь с вами видим? Мы видим то, что отработал индекс PHP, и то, что на нем ничего хорошего пока что не происходит. И вот теперь, ну, по-хорошему, надо было бы изучить структуру темы WordPress. Какие файлы за что отвечают, в каком порядке они вызываются. Но эта тема достаточно надолго. Чтобы эту тему нормальным образом осветить, нужно, ну, пару уроков потратить. Вот, и поэтому мы сейчас с вами вкратце для нашего проекта выберем нужную схему. Короче, смотрите, как работает WordPress. Вот есть файл индекс PHP. Этот файл отрабатывает самым низким приоритетом. То есть он отработает в том случае, если более актуального файла для данного типа записи не найдено. Имеется в виду следующее. Мы вот обратились к сайту по какому-то урлу. Что WordPress по этому урлу может сделать? Он по этому урлу может вычислить, что за страница сейчас. Да, то есть это страница просмотра категории, страница просмотра тега, просто статическая страница, страница одной записи, страница поиска, и так далее, и тому подобное. И в зависимости вот от этого типа записи WordPress начинает по очереди смотреть, есть ли файл, который как можно лучше подходит для вот этого, ну, какого-то типа. Вот. И там есть такая последовательность, что, например, если бы мы были на, скажем, странице категории, то сначала искался бы файл категории PHP, потом таксономии PHP, потом индекс. Если более точных файлов нет, все откатывается к индексу. Соответственно, для страниц то же самое. Если у нас будет файл page.php, то если мы нашли тип записи страницы, то будет взят page.php. Если page.php в нашей теме нет, будет взят индекс. Можно сделать более точную разбивку. Если мы хотим для какой-то конкретной страницы сделать более конкретный обработчик, мы можем вписать ID-шник этой страницы, либо можем вписать URL этой страницы. И тогда, вот, например, WordPress нашел, что сейчас по URL загружается страница с адресом home, и он смотрит. Если page.home найден, вот этот файл будет все обрабатывать. Если он не найден, будет откат к более общему файлу. Не найден будет откат к индексу. Как вы думаете, какие два файла из показанных на этой схеме мне будут нужны для реализации лендинга? Картинка WordPress и иерархии, она легко гуглится, она просто сейчас очень объемная будет. Я боюсь напугать просто всех этим. Так, индекс нужен будет, это точно. Потому что, смотрите, какую задачу он у нас решит, он будет выдавать 404 ошибку на всех вот этих адресах. Так, и значит, тут вижу разные предположения, либо page, либо page.home, либо и то, и то. Я оставлю вот эти две. Смотрите, какая будет задумка. На индекс PHP мы будем выводить ошибку 404. И любой, любая попытка WordPress, любое обращение по произвольному URL к WordPress будет кидать нас на индекс. И неважно, там хоть пост попытаются открыть, хоть поиск по сайту стандартный запустить, все будет идти на индекс и выдавать 404 ошибку. И нам нужна всего одна страничка, которая эту ошибку не выдает. И для того, чтобы под эту страницу сделать уникальный обработчик, мы можем сделать не просто файл page.php, мало ли потом менеджеры случайно еще страниц понадобавляют, а мы можем воспользоваться более точным приемом из вот этой структуры запуска файлов темы WordPress и сделать файлик, который будет называться page.home. Помните, я акцентировал внимание на том, что URL-адрес для страницы называл home. И смотрите, что сейчас произойдет. Вот здесь я напишу слово «главное». И внимание на экран. Видите, главное. Пытаюсь вбить любой другой URL-адрес, хватаю 404. Хоть я здесь буду пытаться там сеч какой-то написать, хоть я буду пытаться тут написать, скажем, не знаю, какую-то билиберду абсолютную, хоть попытаюсь обратиться там, может, к какому-то тегу, категории, ничего уже не получится. Потому что у нас все другие типы записи, абсолютно все страницы обрабатываются индексом. И только наша страничка page.home обрабатывается вот этим отдельным файликом. Вопрос. Вот какой следующий шаг, как вы думаете? То есть, вот зачем я этот page.home сделал? Так, создать остальные файлы. Так, еще варианты. Так, разметку сделать. Вот template name.home. Вадим пишет, это хорошее решение, но на этом вебинаре мы, пожалуй, не успеем создать еще и разные типы шаблонов страниц. Вот, значит, смотрите, правильный вопрос. Сюда надо просто запихнуть верстку. Вот смотрите, какое действие сейчас произойдет. Я беру и вот это вот все чудо копирую сюда. Да, мы это исправим. Нам надо по-другому подключить стили, скрипты и так далее. Но смысл в том, что здесь будет располагаться наш лендинг. Видите, лендинг появился, да? Без стилей, безо всего остального. Но так или иначе, html-контент здесь есть. При заходе на любые другие углы, подчеркиваю, да, у нас будет 404 ошибка. Вот если кого-то удивил такой подход, что на индексе 404, а page home целиком написано. Но это связано с нашей задачей, с тем, что мы сейчас делаем именно лендинг. Если бы мы делали какой-то многостраничный сайт, вот давайте я вам пример с курса покажу, то там могло бы быть что-то типа такого. И вот WordPress, когда загружает определенную запись, он среди этих файлов выбирает, какой является наиболее точным для текущей записи. Например, видите, здесь при заходе на любую страницу отработает page. При заходе на page home отработает вот это. Да, page home, потому что мы это перехватили. Вот, а при заходе на, не знаю, на произвольный тип записи отработает single. А при заходе на тип записи квартиры отработает single flats. То есть WordPress позволяет гибко настраивать разные точки входа, скажем так, для разных типов записей. В частности, для лендинга мы именно page home делаем нашим единственным осмысленным файлом. Так, ну вот плюсоните, если в какой-то мере и степени понятна такая ситуация, что page home отвечает у нас за URL-адрес главной страницы, да, просто когда введено название домена, индекс отвечает за все остальное. Так, индекс мы еще, может, красивенько оформим, но page home пока для нас гораздо важнее. Наверное, первая задача, которую надо решить, это проставить правильные пути до картинок тех же самых и подключить скрипты и стили. Вот для этого, что я могу сделать? Я могу сделать одно очень простое действие. Взять и скопировать всю статику CSS, AMG, JS просто-напросто в папку с нашей темой. При этом обратите внимание на то, какая здесь есть подстава. Я не буду переносить CSS стили вот из этих файлов в style.css. Почему? Потому что это теоретически может сбить пути, которые в статической верстке были сделаны. Потому что если в CSS была ссылка на картинку, как на бэкграунд, она была написана две точки слэш. И если я эти стили сюда перенесу, то получится криво. Вот импортировать одни стили в другие каскадом не очень хорошо считается. Это приводит к тому, что они загружаются последовательно. Но опять-таки, если за скорость работы сайта слишком сильно не цепляться, то можно сделать и так. Но это ладно. Так, можно потом посмотреть, это скоро футбол. Не, понятно, что сегодня пятница, футбол и наверняка у всех будут другие планы на вечер. Но вот для этого случая давайте сразу дам нужные ссылки. То есть вот эта вот ссылка, где появится запись вебинара, а эта ссылка, куда надо прийти после футбола. Так. Ну ладно, значит, возвращаемся обратно в реальность. Вот смотрите, я скопировал статику. Теперь мне надо подключить эти скрипты и стили. И вот сейчас в WordPress потихоньку начинаем заниматься программированием, потихоньку начинает появляться PHP. Дело в том, что в любой теме WordPress есть такой файл, который называется functions.php. Это файл, который запускается при старте фактически нашей темы. Неважно, на какую страницу мы зашли, он выполнится, этот файлик. И в нем мы должны произвести разные настройки. Настройки, связанные с тем, как мы конфигурируем сам WordPress, какие типы записей вводим, какие стили, скрипты подключаем, всякие другие настройки и так далее. Вот некоторые из них мы с вами постепенно увидим. Вот, и в этом файле functions.php, для примера, сейчас просто выведу единицу. Я вам хочу показать, что он отрабатывает абсолютно всегда, независимо от того, на какой URL-лядрис было произведено обращение. Видите, здесь единица. Да, видите, здесь единица. То есть этот functions.php просто работает как произвольный кусочек PHP кода. И давайте попробуем пойти по такому пути, что вот представляем, я не знаю, как подключаются скрипты и стили в WordPress. То есть, например, гуглю WP подключить стили. И вот, пожалуйста, WordPress хорош тем, что у него просто суперская документация. И в частности, вот этот сайт, WPK, это, конечно, классный сайт, абсолютно. Вот. Здесь можно найти практически все. И можно заниматься просто копипастом. Но вот тут возникает одна интересная ситуация, что, заметьте, в WordPress мы должны не просто дать команду на подключение наших стилей, а мы должны прицепить это к какому-то моменту времени. Это так называемые хуки. Есть фильтры, есть экшены. Эта тема не самая простая. Ну, точнее, она и не сложная, но там надо много рисовать, а у людей скоро футбол. И время ограничено, да? Как я понял по чату. Поэтому вот сейчас будем заниматься копипастом с некоторыми комментариями. Значит, смотрите, что тут получается. Давайте посмотрим на этот пример. Мы цепляем к тому моменту времени, когда WordPress выводит на экран все скрипты и стили, свою какую-то функцию. Вот ее название. Более того, я сейчас запишу так, как в WordPress писать не принято, но нам на это с вами будет все равно сегодня. Я уберу лишние буквы с экрана и буду цеплять на вот это событие просто произвольную функцию какую-то. Анонимную, безымянную. У меня к вам вопрос. Плюсаните, кто хоть раз в жизни в JavaScript подвешивал события клика, например, на какой-нибудь тег. Вот, наверняка, здесь все этим должны были заниматься. На jQuery или на чистом JavaScript. Относитесь к этому коду так же. Вот вспомните, вы там пишете addEventListone, да, или давайте, наверняка, вам в jQuery привычный доллар, что-то там он. Так вот, вот смотрите, вы написали имя события, бац, и вы дальше написали обработчик этого события. Относитесь к WordPress, к его вот этой системе с хуками так же. Да, то есть, есть событие, которое когда-то наступит, WordPress в этот момент времени будет генерировать на экран в HTML разметку стиди и скрипты, и вот, пожалуйста, мы делаем функцию обработчик для этого момента. И в этот момент времени есть у нас две функции vpnq-style и vpnq-скрипт. Первая для регистрации стилей, для вывода тега link. Вторая для регистрации скриптов, для вывода тега скрипт. Что такое хуки? Хук — это от слова «крючок» по-английски. По-простому можно назвать это неким ивентом. Ну, формальная разница там, наверное, есть, но давайте относиться к этому как к событиям. То есть, вот, какое-то событие наступает, мы на это событие реагируем. И для начала разберемся с регистрацией стилей. Как вы думаете, что это за функция такая? Get-style-shit-ur-i. Так, как переведете с английского? Так, адрес. Получить стили. Да, нам нужно получить правильный путь до наших стилей. HTTP, localhost, vp-land, vp-content, zem, quadra, style, css. Тут не принято писать относительные ссылки. Почему? Потому что откуда мы знаем, как папка с нашей темой названа? Это вообще ни на что не влияет в системе. И более того, пути строятся от URL-адреса страницы, а мы с вами находимся в другом уровне. Поэтому здесь мы должны вызывать вот такие специальные функции, чтобы правильные пути сделать. Давайте я первым параметром сюда укажу zem. Это слово вообще практически ничего не значит для нас. Это уникальный идентификатор того стиля, который я регистрирую. Этим делом занимается WordPress. Мы с этим чуть попозже столкнемся, когда будем jQuery старой версии убивать. Пока что просто подключу сюда наши основные стили. И, кстати, ничего не произойдет. Знатоки WordPress, скажите, почему ничего не произошло? В эту функцию мы попали. GetStyleSheetUri дал правильный путь до этого файла на 100%. А, файл пустой. Файл пустой, да? Но что-то я его здесь не вижу. Этот файл. Стили другие не прописали. Ну, понятно, понятно. Короче, нет, дело не в этом. Давайте я вот старые ссылки уберу. Тут возникает другая вещь. Вот если кто-то когда-то открывал стандартную тему WordPress, платные, бесплатные, вы наверняка видели, что в шапке сайта, в подвале, происходят какие-то вызовы функций. И вот абсолютно правильно. Вижу, подтянулись все-таки к ответу на этот вопрос те, кто с WordPress работали. Есть разные функции, которые в WordPress так или иначе должны быть. Вот сейчас, чтобы время не терять, я их скопирую. Да, то есть, например, вывести стандартный атрибут LENG, чтобы здесь не было ZXX, чтобы сюда подставлялись настройки из нашего WordPress, там, RU или INC и так далее. Опять-таки, кодировка может быть настроена любая, поэтому здесь надо написать PHP.blog.info.charset. Смотрите, тайтл страницы. В какой тайтл страницы? Тут написано QuadroApp почему-то. А должен быть тот тайтл, который контент-менеджер настроит из админки. Поэтому здесь должна быть вызвана функция ZTitle. Ну, такая есть функция WordPress. Видите, главная страница. Теперь контент-менеджер может, например, на страничку страницы зайти и вот здесь вот написать. Там супер-упер продукт для вас впаривает. Вот. И этот тайтл изменится. Да, видите, появился этот тайтл. То есть мы должны вызывать в рамках нашей статической верстки теперь различные функции PHP. Что такое язык ZXX? Это для LoreMIMP самоспециальная аббревиатура. Ну, для порядка можно тут еще bodyclass поставить, но это ладно, я просто покажу и уберу сразу, он нам не актуален. И вот что очень важно. Где обычно распечатывается тег-линк для подключения CSS-стилей? В каком HTML-теге? По классике жанра, то есть не по SEO-оптимизации, а по классике жанра, где он линкуется? Да, в хэде, совершенно верно. То есть вот те, кто любит SEO, подключают стиль зачастую в подвале. Но вот здесь вот должен быть запущен такой хук WordPress, как VP-хэд. Короче, смысл такой. Вот мы с вами подписываемся на разные события WordPress, которые наступают, и мы подписываемся, например, в файле functions.php. А в этом месте это событие как будто бы запускается. WordPress здесь генерирует шапку. Почему названия не совпадают? Потому что WordPress делает много других действий. Он выведет сюда каноническую ссылку, он постарается сюда вывести, допустим, там, description какой-нибудь. Если есть сторонние плагины под, скажем, не знаю, там, OG-разметку, еще подо что-то, он тоже, эти плагины будут цепляться к вызову VP-хэд. И в любой теме, которую вы откроете, VP-хэд будет здесь вызван. И вот если мы VP-хэд вызываем, то у нас отрабатывает уже вот этот. Этот ивент наступает, отрабатывает наша функция. И после этого, вот давайте посмотрим. У нас, смотрите, сколько всего WordPress нагенерировал. Ну, сразу куча всякой гадости появилась, иначе это и не назовешь. Но я постараюсь среди всей этой гадости найти файл style.css. И вот, посмотрите, вот он. Вот он этот файл, файл нашей темы. То есть вот так вот мы можем запустить генерацию стандартной шапки WordPress и подключить наши стили по их пути. Вот, значит, плюсоните, если понятен вот этот вот момент с запуском VP-хэд, что его обязательно надо делать. Да, как бы без этого. Просто WordPress не сгенерирует нужные для шапки вещи. Касательно разных гадостей, которые он туда генерирует, мы посмотрим чуть попозже на то, как, может быть, можно кое-что минифицировать, ну, в плане, там, гадостей. Да, и, кстати, давайте сразу это доделаем. Вот правильно написали, что в конце обычно все-таки принято вызывать вахло-футер перед закрывающим тегом body. Вот здесь вот... Так, это что еще за кнопка? А, ладно, да, это нормальная кнопка. Это кнопка прокрутки вверх страницы. Ну, вот здесь вот вызывается такая же тема, как VP-футер. Ну, ладно. Теперь вот смотрите на один интересный момент. Никто не заставляет меня подключать ровно один CSS-файл. Да, это по правилам надо так и делать, чтобы CSS-файл был только один. Но мы сейчас с вами как бы не говорим про сборку проекта, хотя теоретически можно было бы эти два файла при генерации склеить вместо галп-конкатом, например, или там, если при процессорах написано все. И этот файл можно было сборщиком типа галпа там склеить, вот это вот в начало поставить. Мы не оптимизируем под SEO этот проект пока что. И, наверное, сегодня и не будем. Мы подключаем, сколько вот у нас файлов со стилем и скриптами есть, только и подключаем. И вот смотрите, теперь следующий момент. Как подключить другой стиль? Здесь функция getStyleSheetUri нам уже подходит не очень хорошо, потому что у нее помимо адреса темы на конце прописано название файла style.css. И для этого есть вот такая вот хорошая функция, которая называется getTemplateDirectoryUri. этот метод возвращает просто-напросто ссылку на нашу тему. И можно эту функцию постоянно вызывать, когда вы формируете пути, но мне больше по душе вот такой вот вариант. Написать define, допустим, сделать какую-то константу them root, хотя такая константа есть, но все-таки я ее сделаю, чтобы вы понимали, откуда это берется. Да, в WordPress есть стандартная константа от пути до темы, но я зачем константу создаю? Чтобы вы понимали, что вы можете создавать свои константы для путей. То есть вы можете сделать, например, вот такую вот константу, потом cssdir, да, какую-то, которая будет равняться вот этой константе, скажем, точка slash css. Да, никто не мешает сделать еще одну константу. Как там у нас, без слышащий на конце был адрес, да, просто квадра. Вот, поэтому, видите, slash дописал, css написал. Дальше смотрим. Могу сделать такую же константу по JavaScript, по dmg. То есть вот так вот, jsdir, допустим, amgdir. И вот здесь вот у нас получается js, здесь у нас получается amg. Можно создать константу для префикса, для чего угодно. File Functions PHP запускается до вот этих всех индексов и пейджов. Это значит, что когда он отработает, все константы в глобальной зоне видимости будут зарегистрированы. Единственное, что здесь по-хорошему, по-концептуальному надо сделать, это дать какой-то префикс этой константе. Для того, чтобы, ну, мы случайно не пересеклись с другими константами, которые, может быть, кто-то регистрирует в своих плагинах, темах и так далее. Вот, но давайте пока ладно так оставим. Ну, или сделаю какой-нибудь префикс, допустим, q. Да, вряд ли кто-то так назвал. Вот, и смотрите, что я делаю дальше. Давайте-ка я подключу еще пару файлов со стилями. Значит, я подключу стили для слика и подключу наши основные стили, назову это, допустим, main, к нашей CSS-папке, конкатенируем, значит, слэш и название файла. Здесь файл называется slick.css, видим на экране его, да. Здесь файл называется style.css. Ну, давайте проверим, накосячил я или нет в своих действиях. Так, ну, чуть-чуть где-то накосячил все-таки. Так, сейчас посмотрим. Строка 10, да. Так, скобочки нету. Во-первых. Во-вторых, где-то я все-таки не прав насчет путей оказался. Но это мы сейчас легко увидим, когда откроем исходный код и посмотрим, допустим, например, связанный со сликом. Zemroot не вывелся на экран. Вот так. Сейчас. А, ну, конечно, смотрите, я же переименовал эту константу, на которую опирался, да, она qzemroot теперь называется. О, вроде стили теперь правильные. Смотрим. Вот, пожалуйста, стили подключились. Да, то есть, бац, и стили у нас уже работают, при том, видимо, все. А что касается, ну, вещи, которые нас немножко сбивают, именно для нее WordPress выводит определенные стили, вот сюда. Ее можно убить таким стандартным приемом, который кодипастится из проекта в проект, когда нужно. Выглядит этот прием вот так, добавление фильтра show admin bar return files. Вот. Ну, это просто надо знать или нагуглить. Видим, теперь гадость эта не исчезла, но другие гадости немножко ушли. Вот, обратите внимание, URL-адрес у нас теперь уже правильный, мы на серваке находимся, и у нас лендинг, ну, можно сдавать заказчику. Вот, прям, 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 вроде все как надо. Плюсуйте, если понятно, как мы подключили вот эти вот стили, да, что мы тут наформировали просто константы с путями, и вижу то, что 20 человек уже демотивировались PHP программированием и отправились смотреть футбол. Вот, но я про это говорил и в видео на YouTube-канале, то, что для нормальной работы с WordPress, на мой взгляд, все-таки основы PHP знать надо. Вот, и сейчас мы дойдем до того, зачем здесь WordPress, потому что пока что кажется, что он абсолютно гридов в этом примере. Ну, во-первых, давайте я везде, где выводятся картинки, выведу теперь не картинки, а нашу константу. Ну, значит, PHP, echo, QAMG, dir, replace all, проверим. Опа, все картинки появились. Вот за этим я и сделал константу. Вот, ну, немножко перекосились, картинки, это ладно, мы еще не подключили скрипты. Вот, но лендинг начинает приобретать знакомые нам очертания. Значит, теперь надо подключить скрипты. Как мы видим, для этого есть такая же функция, только называется она vp-enqueue-скрипт. И вот здесь вот вообще будет все абсолютно так же происходить, как и при подключении стилей. Только, смотрите, функция называется по-другому, и у нас есть три файла. Значит, файл jQuery-вский, вот, и константа, разумеется, на папку jsdir. Так, jQuery. И сейчас вот еще три других файла со скриптами тоже подключу. Значит, slick, slick.min, точнее, он называется. Вот, и скрипт. Значит, если кто-то знает, что в WordPress из коробки есть jQuery, значит, там, смотрите, какой момент. Она фиговенькая версия. Она там не 3.3.1. Вот, и поэтому здесь есть такой нюанс, что нам нужно сделать кое-что другое. Надо вызвать vp, где, так, как это правильно написать? Сейчас. Где регистр? Вот так вот, наверное, да? Скрипт jQuery. WordPress из коробки jQuery старой версии. Нам это не нужно. Если мы этот скрипт не уберем из регистрации, то сторонние плагины могут подключить на этот сайт более старую версию jQuery, и наши стили, опирающиеся на более новую версию, могут полететь. Вот, поэтому мы уничтожаем jQuery из коробки и подключаем jQuery ту, которая нужна нам. Ну, а такой немножко более сложный момент. Давайте проверим, что теперь у нас здесь происходит. Ну, судя по всему, я все-таки скрипты подключил неправильно, потому что они просто-напросто не подключились. Так, давайте проверим, где же я не прав. Так, Quadro.js есть. А, ну да, смотрите, я всех назвал jQuery случайно. Разумеется, вот это называется Sleek, это называется Main. Видим очень четко, ну, четкий пример на тему того, что уникальный ID-шник надо все-таки делать уникальным, иначе ничего хорошего не будет. Вот, и смотрите, у нас теперь все скрипты, которые раньше были в статике, успешно подключились на данную страницу. Видим, да, вот это работает, это работает. В общем, все хорошо. Скронинг работает. Вот как-то так. Пока что WordPress не дал нам ни единого момента профита, вообще никакого. Ну, ладно, контент-менеджер может из админки редактировать то, что написано в тайтле. В общем, плюсуйте, если понятно, как мы прошли первые подготовительные шаги. Да, то есть пока все без особой выгоды. Но заказчику уже, можно сказать, мы тебе сделали сайт на WordPress. И, кстати, когда речь идет про то, что на WordPress кто-то делает заказ, называемый сайт под ключ, там, на каворке за 500 или за 1000 рублей, да, вот это вот будет примерно что-то типа такого. А теперь переходим к нормальным вещам. У нас две нормальные вещи на сегодня запланированы. Это обработка отправки формы, и это динамическая генерация какого-либо контента. И как раз-таки начнем, я думаю, с приятного, с того, насколько легко в WordPress сделать админку для произвольного типа записи. Для этого в документации, для того, чтобы получить все ответы на поставленные вопросы, надо нагуглить VP-регистр-пост-тайп. Видите, самое популярное после слова «регистр», что только может быть. Держите ссылочку. Опять-таки на VP-кама. Замечательный сайт. Просто на русском языке для разработки на WordPress. Ну, такая не то, что незаменимая штука, но очень хорошая. И вот, смотрите, можно отсюда просто взять и скопипастить все вот это. Ну, значит, что еще могу показать заранее? Да, видимо, вешается на события init вызов регистр-пост-тайпс. То есть к событию init мы цепляем вот этот наш обработчик. Давайте я, кстати, его весить целиком и скопирую. Вот. И просто удалю оттуда ключи, которые не нужны, которые не актуальны. Не буду соблюдать некие правила WordPress, пришедшие из тех времен, когда у нас PHP был в версии 5.3. Да, я вот просто сразу анонимную функцию подвешу. Значит, вот вижу сообщение, что можно плагин custom-post-types поставить. Можно, но там придется вписывать примерно столько же информации, сколько и в этот массив. И поэтому, если нормально вы умеете читать PHP, то, по идее, там особо времени не сэкономите. Значит, давайте посмотрим на вот такую длинную, странную, жуткую конструкцию. Казалось бы, я сказал, мы сейчас легко зарегистрируем свой тип постов. А теперь видим то, что здесь просто какая-то жесть творится, да, что тут очень много всякой разной информации. Как к этому относиться? На самом деле, больше половины информации здесь, ну, по крайней мере, вот этот здоровый кусок, это просто то, как в админке будут называться те элементы, с которыми вы работаете. Ну, то есть сюда вот так вот аккуратно вписываете. Да, для часто задаваемых вопросов, наверное, давайте сначала сделаем. Часто задаваемые вопросы. Значит, singular name – это у нас что будет там, какой-нибудь вопрос или ответ. Это надо смотреть на ситуацию. Добавить. Ну, вот просто слово «чего» тут не сокращается, да, то есть добавить, наверное, вопрос-ответ, ну, или я просто буду ответ писать, добавление ответа, редактирование ответа, новый ответ, смотреть ответ, искать ответ, меню name, допустим, тоже «чего» будет написано. Name, наверное, давайте там вопрос-ответ напишу. Вот, как-то так. Я сейчас уничтожу все остальное отсюда. Ну, даже, наверное, давайте вот не все, а именно какие-то ключи. Вот смотрите, что я уничтожаю. Что бы вам тут такого показать хорошего? Значит, давайте вот в документации все это сможете подробно прочитать. Я оставлю только то, что нам нужно. Да, только то, что для нас реально актуально. Так, это оставим. Давайте description тоже уничтожим. Это тоже уничтожим. Вот, таксономии у нас тут не будет, архивов у нас тут не будет. То есть я сейчас к чему все веду? Ну, к тому, что, обратите внимание, названия для админки занимают больше места, чем сама регистрация поста по типу, по смыслу. Давайте назовем наш тип поста часто задаваемые вопросы. Пока что все оставлю как есть. Да, то есть вот давайте только придумаю какую-нибудь иконку для меню. Для того, чтобы задать стандартную иконку, можно вот на эту ссылку перейти. Да, давайте я на нее зайду. Видите разные иконки? Ну, для часто задаваемых вопросов, какую иконку возьмем? Это сейчас для нас не принципиально, но давайте, там, не знаю, куда бы тут крикнуть-то? Вот, вот что-нибудь типа такого. Dash icon sticky. Так, вписываю. И вот давайте посмотрим, произойдет ли уже что-то хорошее или нет на экране. Захожу в админку и видим, появляется чего. Вот, зашел в раздел, могу добавить что-то, потом отредактировать и так далее. Теперь осталось только разобраться с тем, как это под себя настроить. Правда? То есть WordPress предоставляет все для того, чтобы вы сделали свой тип записей. Редактирование записей, добавление, удаление и так далее и тому подобное. И для того, чтобы разобраться с тем, что именно нам с вами нужно, давайте для начала посмотрим на то, как выглядит вопрос-ответ. Вот, посмотрите на вопрос-ответ, да? Что надо хранить про вопрос и про ответ? Как вы считаете? Какие поля нам для этого нужны? И сколько их? Сколько полей должно быть у такого типа записи? Так, вопрос и ответ. Ну да, то есть тут в данном случае вопрос получился скорее риторическим. И гораздо интереснее было бы, например, обсудить вот этот блок, связанный со слайдером. Но мы по времени посмотрим, да, как бы доберемся мы до него или нет. А так у нас два поля. И supports – это то, какие стандартные поля мы из WordPress подключаем. Здесь может быть title, editor, миниатюра и прочее-прочее. То есть здесь может быть много всего хорошего. Нам пока достаточно title и editor, как у простого поста. Меню position я даже не буду указывать. Я думаю, эту настройку тоже могу уничтожить. Вот давайте оставим пока просто самое необходимое. И я попробую добавить сюда какой-нибудь вопрос-ответ. Проверим, получится у меня это или нет. Ну давайте там. Сколько стоит продукт? Смотри выше, там все написано. Вот так вот. Ну и погнали дальше. Я тут не буду абзацы расставлять, какое-то редактирование делать. Давайте просто без каких-либо добавок это сделаем. Вот смотрите, WordPress позволил нам добавить новый тип поста. Да, то есть у нас уже есть некая админка. Конечно, эти данные пока что никуда не выводятся. Но контент-менеджер уже может начать развлекаться и заниматься наполнением сайта, пока может быть даже еще фронт-энд не сделан. Вот как-то так. Да, то есть пока он добавляет эти данные в никуда, совершенно верно. Но так или иначе, присмотритесь просто вот к этой функции. На самом деле здесь все предельно просто, если вы как бы не перебарщиваете с настройками. Регистр post-type. Придумывайте уникальное название. Нельзя использовать слова типа post, page и еще несколько. И, соответственно, дальше идет массив, который, если у вас нормальная версия PHP на серваке, вы, разумеется, можете писать и вот таким вот образом. То есть никто вас не заставляет старые варианты использовать, кроме кодекса WordPress в какой-то мере и степени. Но суть в том, что вот это вообще ни о чем. Это просто то, как выглядят пункты в меню в админке. А вот это реальные настройки, которые мы сейчас с вами обсудим. Да, можно вторую регистрировать. Можно третью, можно четвертую. Но сначала с одной надо разобраться. В общем, плюсаните, если понятно, что WordPress из коробки дает возможность сделать вот такую новую часть админки, не прикладывая вообще никаких усилий. Ну, ладно, чуть-чуть усилий надо приложить. И либо при этом смотивироваться на изучение PHP, хотя бы его основ, либо демотивироваться и вернуться к этому, как его называют, visual composer. Так вот, да, значит, для тех, у кого футбол начался, держите ссылку, вечерком запись появится. Вот. Дальше-то что? Вот там написали, что кириллический URL – это плохо. А какой кириллический URL? У нас нету такой страницы вообще. У нас же это 404-я ошибка. Мы создаем вопрос-ответ не для того, чтобы был какой-то URL у вопроса-ответа, а для того, чтобы это было на главный выведено. И поэтому, да, поэтому, надо либо вот так вот оставить, либо сделать так, чтобы контент-менеджер не смущала эта ссылка, а то он будет на нее нажимать, думать о том, что у него что-то там не работает. И для этого провернем такую фишку. Поставим public false, тогда этой ссылки не будет, но тогда даже админка перестанет работать. И поэтому надо show.ui вернуть в положение true. То есть вот такая вот пара public false, show.ui true – это ситуация, когда в админке работать с этими записями можно, а для них как бы на фронте страницы не создаются. И видим, что контент-менеджеры никто не смущает на тему того, что, значит, вот, да, тут какие-то ссылки появляются. Ну, вот тут давайте напишу второй вопрос. И сюда тоже что-нибудь вобью. Пожалуйста, админка готова. Админка, которая человека смущать не будет. Вот на чистом PHP сможете такую админку сделать, нет? Кто как за 10 минут? Так. 5 минут легко. Ну, посмотрим. А картинку потом добавить. Вот, то есть вопрос именно в этом. Да, то, что можно, конечно, на чистом PHP вот это легко провернуть. Да, если умеете на PHP писать, вопрос времени. Ну, ладно. Теперь просят вывести. И кто-то написал, что там азы, а дальше чуть сложнее будет. Андрей написал, да? Значит, я не знаю, что имеется в виду. Вывод на экран этих записей. Давайте погуглим такую замечательную вещь, как WordPress GetPost. Опять-таки нас кидает на этот сайт. И вот, смотрите. GetPost. Значит, что мы туда указываем? Какой тип поста надо получить? И еще какие-то другие дополнительные настройки. Ну, прикольно. Можем прямо в шаблоне попробовать это сделать. Вот, но я сразу... Давайте продемонстрирую, на мой взгляд, более правильный путь. В шаблоне не надо оставлять много PHP. Да, надо стараться логические части PHP вынести в отдельные функции. А в шаблоне просто получать массив и с ним работать. Поэтому смотрите, что я сейчас сделаю. Я сделаю какую-нибудь функцию типа get. Это моя самописная функция. Она должна что-то там вернуть. Да, скажем, какие-нибудь вопрос-ответы. И нам надо откуда-то их еще получить. Давайте попробуем их получить, исходя из того, что мы видим в документации. Копипащу. И смотрим на пример. Так. Ну-ка скажите-ка, пожалуйста, какую тут надо изменить запись. Самую главную. Да, вот что здесь самое главное поменять. Посмотрите вот на этот args. Так. PostType абсолютно верно. Копируем. Вставляем. Не такие мета-вэлью не будем. Мы ничего делать. Include, exclude не будем. Категория нам тоже не нужна. Ограничивать количество не будем. Сортируем, допустим, по дате добавления по возрастанию. То есть самый первый вопрос добавлен вверху, потом все ниже, ниже, ниже. То есть заметьте, WordPress предоставляет некое API не только для создания админки, но и для получения этих данных. Давайте я для интереса где-нибудь эту функцию запущу прямо здесь. и выведу на экран результат ее работы. То есть, например, сделаю что-нибудь типа такого. Vardump, get и так далее. Смотрите, видите, мы какие-то данные выцепили. Непонятно какие-то, но какие-то есть. Вот, array 2. Два элемента у нас лежат в этом наборе. И можем с ними что-то делать. Да, пытаться как-то вывести при случае. По поводу не надо ли резетить. В этом случае нет, потому что getPosts она не устанавливает. Для того, чтобы работать в другом стиле в WordPress есть такой метод, как бы как setupPostData. Вот, здесь есть разные подходы. То есть есть некоторые функции WordPress, которые устанавливают глобальную настройку на какой-то конкретный пост или группу постов. А есть функции, которые просто используются как прослойка для запроса к базе, возвращают нам результат, но главную запись WordPress текущую не трогают и не ломают. Поэтому у нас в данном случае, в принципе, нормально все будет здесь. Так вот, у нас есть такая функция. Видимо, с базы что-то вернет. Внимание, вопрос, где ее должен вызвать на самом деле? Вот эту функцию для получения пар вопрос-ответ. В пейдж-хоуме логично. В хуке-шапке. Можно в хуке-шапке. Можно вверху получить все переменные. Да, запросто. Но в духе WordPress более плохой код обычно. И поэтому мы не заранее получаем переменные, а прямо сразу запускаем цикл там, где нам нужно вывести результат. Вот смотрите, вот здесь у нас есть секция вопрос-ответ. И вот здесь нам надо выводить пары вопрос-ответ. Что это для нас означает? PHP. Forage. Опять-таки, жесткий демотиватор для тех, кто PHP не знает. Я и не скрываю, что вот этот вебинар показывает, да, как бы, и постоянно подчеркивает, что все-таки PHP надо знать для того, чтобы вот это вытворять. Да? Хотя бы на уровне основ. And forage. Так. И вот, пожалуйста, выводим этот div. Осталось только понять, чего в этот div вывести. Да? Для этого надо бы понять, что лежит в переменной post. Это можно либо найти в документации, либо вот так вот вывести его в вардамп и посмотреть, что внутри. Вот, смотрите. Вижу, post-content есть. И вижу, здесь есть... ID-шник есть. А есть еще post-date. Это нам не нужно. Где у нас тут title-то был? Вот он, post-title. Вот, видите, да, вот. Соответственно, вижу, что есть два ключа. Но тут еще подстава. Это array, это object vp-post. Кто знает, что это за object vp-post такой? Как нам к object-у-то обращаться? Так, к сокращенному синтаксису отношусь я хорошо. Вот, он просто в WordPress немного не принят. Так, есть ли у меня курс по PHP? Ну, у меня нет. В школе современных технологий есть, где я там первый месяц или первые два веду. Но это сейчас чуть попозже, после лета только будет. Сейчас больше там наверстку упор. Вот, у меня зато курс по WordPress есть. А курс по PHP, в том плане, в котором он необходим для участия в WordPress, да, в этом курсе, есть на YouTube-канале. Вот здесь вот. Можно посмотреть этот плейлист основы PHP. Этого будет там на 60%, на 70%, на 80% достаточно для понимания основ. Так вот, вижу, что в чате на этот вопрос пока ответов не пришло. На тему того, что за VP-пост. Да, совершенно верно, правильный ответ. Стрелочка. Просто тупо стрелочка. Вот это не ассоциативный массив в посте, а это объект. Да, сразу возникает ощущение, что тут объектно-ориентированное программирование, что все сложно. На самом деле, для нас в этом случае, в отличие от массива, обращение ведется не вот так вот, да, не post-title, а ведется обращение вот так вот, post-title. И, соответственно, я могу отправиться вот в это место кода и радостно распечатать здесь PHP-эхо-пост-title. А вот сюда вот отправлюсь и распечатаю пост-контент. Давайте проверим. Будет работать, не будет работать. О, вы прикиньте, какие чудеса. А сейчас контент-менеджер пойдет поработать. Да, вот он сейчас добавляет еще один ответ. Сюда. Да, вот, добавляет, 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 там что-то. Опубликовать. Бац. Вот. Вот это уже динамика. Вот за это заказчик готов будет заплатить больше, чем за статическую верстку. Да, вот, плюсуйте, если понимаете, что вот это вот дороже стоит уже. То есть он получает не статическую верстку от вас, а получает нормальный сайт, на котором он может редактировать контент. Вот, и так далее. Значит, по поводу, можно ли вывести это через the title, the content, vp-query и так далее. У нас просто в рамках этого вебинара нет времени подробно это все разобрать. Это, ну, не такая быстрая тема. Дело в том, что в WordPress есть две стратегии работы с данными, когда мы их получаем с постами. Есть функции, которые при получении постов из базы по нашим настройкам устанавливают на них как бы глобальные стрелки со стороны WordPress. Да, давайте вот так это характеризуем. И он, вот, WordPress тогда получает возможность стандартными функциями типа the title, the content и так далее, получать title, content, миниатюру именно этого поста. Мы используем здесь другой подход, более простой, более лаконичный. Вот, это просто вытащить по аппе, по некоторому, посты из базы и безо всяких глобальных функций обратиться к ключам массива, вот, к ключам объекта. Что касается вопроса, откуда взялся объект, вот этот вот пост, смотрите, откуда он взялся. Вот эта функция getPosts возвращает массив, элементами которого являются объекты. То есть для нас эти объекты сделал WordPress в рамках работы его стандартной функции getPosts. Он нам возвращает такой массив, мы его перебираем по одному элементу и смотрим просто, что WordPress вот положил в этот объект пост. Я специально для этого закидывал его в функцию WordDump. Вот, и обращаемся к тем ключам, которые там присутствуют. Вот, ну, в Modex тоже можно такое сделать, тоже, я думаю, достаточно несложно будет. Вопрос в том, как там будет эта админка смотреться, и вопрос в том, что заказчики все-таки, ну, заказов на WordPress объективно больше. Можете просто помониторить рынок. Да, то есть, так-то я не заявляю, что WordPress там чем-то лучше Modex, нет. Он популярный, и это тоже важно. Так, а как вы думаете, слайдер намного сложнее сделать или нет, как вы считаете? Вот этот вот слайдер. Судя по трюкам, нет. Да, немного. Так же. Ну, тут есть, короче, нюанс определенный. Да, здесь больше полей. Это совершенно верно. И нужны кастомные поля. Тоже правильно. Потому что в WordPress там нет возможности сделать, ну, там вот в этом supports, да, поле массива, там есть определенный набор полей, которые мы можем задать. А у нас здесь заметен, ну, допустим, вот это вот синее, мы сделаем тайтл, имя человека. Ну, скажем, вот это можно сделать контентом, хотя тогда контент-менеджер параграфы наставит и будет тоже не очень хорошо. Вот, но надо написать IT-департамент. Надо, возможно, поставить фотку. Да, человека сюда. И вот если бы полей было еще чуть больше, например, представьте, рейтинг, возраст, город, то нам бы однозначно был нужен специальный плагин под это дело. И вот правильно пишут Advanced Custom Fields. ACF, замечательный плагин, вот, который я сейчас подключу, но для начала зарегистрирую новый тип записи. Значит, давайте вот здесь вот помимо этого зарегистрирую тип записей. Reliefs. Отзывы. Так, ну... Давайте я, наверное, не буду вот это вот все прописывать. Я полагаю, что вы сами сможете написать сюда слово отзыв при желании. Вот, в правильном падеже и в правильном склонении. Поэтому это мы все пропускаем. Иконку можем поставить какую-то другую, но тоже на это время не теряем. Теперь смотрите. Давайте я поставлю сюда просто title пока что. Смотрим, где у нас появятся отзывы. Вот они. Добавляем отзыв. Видим только заголовок. Не круто. Нужны доп.поля. И, возможно, нужна миниатюра этой записи. Для того, чтобы активировать миниатюры, надо вызвать в момент инициализации такую функцию, как... Сейчас вот давайте посмотрим. Add them support post-zumbnails. Можно указывать, каким конкретно постам мы разрешаем миниатюру, но, как правило, миниатюры всем постам нужны. Как ни крути. И вот здесь вот тогда мы можем указать, помимо title, еще, ну, по крайней мере, вот этот самый zumbnail. И тогда при добавлении отзыва у нас появится, видите, кнопочка «Установить изображение записи». Уже приятно. Да, можем подгружать какие-то картинки к посту. Но нам нужно еще 2, 3, 4, 10 полей. И для этого в WordPress'е существуют плагины. Опять-таки, подробные Advanced Custom Fields показать не смогу, но это нужно больше времени, да, на разные там всякие вариации. Ну, и, как бы, уже отправлял, где это поподробнее можно разобрать успеть. Вот, но я пока отправляюсь в плагины. Так, сейчас один момент добавить новый. И вбиваю, значит, Advanced Custom Fields. Ищем этот плагин. Устанавливаем, ждем. Так, и вот здесь вот какие-то действия не требуют знания PHP, а какие-то требуют. Активируем плагин. Ждем немножко. Смотрите, произвольные поля появились. Добавить новую группу полей. Выбираем, что мы добавляем там, где тип записи равен Revives. Ну, напишу здесь поля для отзывов. И добавляю поля. Значит, смотрите, какие поля нам будут нужны. Нам нужен, наверное, должность человека, да, то есть с кем он работает. Ну, ладно, напишу просто работа. Текстовое поле. Обязательное. Мы его будем выводить. Так. Сворачиваю это поле. И добавляю еще одно. Это будет область текста, то есть текстерия. Тоже обязательное. И это будет сам текст отзыва. Просто текст. Так, закрываю поле. Ну что, наверное, нажимаю опубликовать. Попробую перейти снова в раздел отзыва. Нажимаю добавить новый. Смотрите, какое чудо, здесь появилось еще два поля. Более того, они требуют от нас валидацию. Прикольно, да? То есть вообще, не напрягаясь, в админке добавили ровно столько полей, сколько нам надо. Вот. Плюсуйте, если понятно, что как бы на самописном каком-то PHP-коде, зная основу PHP, вот так вот не сделаешь быстро. Да, особенно там с картинкой, со всем остальным. Я вот боюсь сейчас, а не случится ли такого, что те, кто PHP-курсы сейчас полные проходят, решат, что PHP-это фигня, и надо WordPress изучать только. Вот, а то я вижу тут пара знакомых имен фигурирует. На самом деле, WordPress хорош для того, для чего он хорош. И если я забуду, пожалуйста, напомните, ближе к концу, вот когда мы доделаем эту задачу, я вам покажу обратную сторону этой CMS-ки. Да, я покажу на главной странице, сколько запросов к базе он в итоге насчитает. И это, на самом деле, жесть для любого более-менее крупного проекта. Вот, но я могу добавить сюда какие-то отзывы, то есть, допустим, здесь какой-то человек, да, там, допустим, менеджер с радостным текстом про наш сайт. Так, ну вот, даже не знаю, что сюда скопировать. Давайте сопру любой текст совершенно. Так, поехали, публикуем. Эх, не установил изображение записи, но это всегда можно сделать чуть попозже. Вот, сейчас найду какие-нибудь изображения. Кстати, я бы мог их перетащить сейчас, вот, буквально секунду, да, чуть затупили. Так, тащим картинку. Установить изображение записи, обновить, окей. И, ну, потом еще один отзыв добавлю чуть попозже. Видим то, что данные в админке у нас хранятся, никуда не исчезают, все хорошо. Теперь, нам надо это как-то вывести. И, внимание, снова возвращаемся к тому, что PHP надо знать хотя бы на уровне чтения документации, применения этих дел на практике. Вот, по аналогии с часто задаваемыми вопросами, давайте сделаю ревивс. Так, спрашивают, откуда фотка, это из PSD-макета. Какой-то западный дизайнер ее туда закинул. Так, значит, post-type у нас получается ревивс. Берем. Get post-args. Смотрите, все бы ничего. Но сразу увидим, что там каких-то данных будет нам не хватать. Printer. Get revivs. Так, спускаемся. Смотрите. ID-шник есть. Post-title есть. Внимание. Других данных нет. То есть, у нас здесь нет ни должности, ни текста этого отзыва. Мы их потому что не добавили. Давайте погуглим. Значит, как это называется? WordPress Advanced Custom Fields. Get Fields. Как получить теперь эти дополнительные поля? Так, выводит нас на функцию Get Field. Это, конечно, хорошо. Но мне бы хотелось, чтобы мы получали несколько полей за раз. Так. Не, я-то знаю, что эта функция называется Get Fields. Просто почему он меня в документации кидает именно сюда? Я все-таки хочу, чтобы вывел мне в документации правильную вещь. Так. Давайте вот так вот. For many posts. Get Posts. Setup Post Data. Это опять все не то. О! Опять не то. The Field. В общем, ВПК мы открываем. Да не, не, можно, конечно. У меня-то это все подготовлено. Я-то сам знаю даже, что надо функцию писать The Field. А не The Field. Вот давайте я ее погуглю просто. То есть, первый раз приходится, видимо, видите, гугли чуть побольше, для того, чтобы найти это. For many fields, например. Или get many fields. Ладно, если сейчас не найдем, просто дальше перейду. Вот, без документации. А то он пристал с этим Get Field. Ну вот, опять на ВПК мы нас закинули. Но тут, правда, видите, вывод одного поля. Что тоже не очень интересно. Да, видите, гугление в Яндексе в этот раз не дает нам быстрого эффекта. Такого, который хотелось бы получить. Вот. Но, значит, короче, смотрите. Ладно, давайте тогда гуглить не будем, временно это терять. Просто сразу объясню, в чем суть. Вот Get Field. Да. Это функция специальная Advanced Custom Fields. Она по ключу возвращает одно поле, дополнительное для этого элемента. Либо принимает его ID-шник и название поле. И вот есть точно такая же Get Fields. Она просто по ID-шнику элемента, по ID-шнику записи возвращает все дополнительные поля. Вот. Абсолютно все, которые мы для него зарегистрировали. Соответственно, вот я вижу, ссылку скинули. Сейчас давайте на ней посмотрим еще. О! Нет, все равно не то. Ладно. Не суть с этим Get Fields. Вот она, правильная ссылка. Раз уж нашли, все-таки я на нее зайду. Да, чтобы вы знали. Видите, Get Fields Post ID. Принимает ID-шник любого поста, возвращает все дополнительные для него поля в виде ассоциативного массива. И мы с вами как раз-таки, помните, регистрировали эти произвольные поля. Элементами этого массива, ключами его будут вот эти джопы текст. А то, что в них лежит, это будут значениями этого самого массива. И вот какой вариант они по этой ссылке предлагают в документации. Давайте посмотрим. Предлагают запустить цикл. Да, или, ну как бы, просто их получить по ID-шнику. Теперь смотрите, получается, что нам для этого нужно. Нам для этого нужен ID-шник нашего поста. Поэтому я запускаю ForEach. Get PostsArgs as Post. Так. И вот смотрите, первое, что мне здесь нужно, это получается Post ID. Так ведь? Вот просто посмотрите на экран, они сейчас, ID-шники, появятся. Так. Это статика. А вот ID-шники 17. Это ID-шник нашего отзыва. Здесь. А теперь, получается, для того, чтобы вытащить по его ID-шнику вот эти самые дополнительные поля, мне надо вызвать метод GetFields. Давайте я закину его тоже в отладочный вывод с помощью Printer. И посмотрим, что дополнительные данные вытащатся. Смотрите, вот как. JobManager, текст, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот такая вот схема для получения дополнительного поля. Да, то есть мы можем сделать цикл по нашим постам и вытащить их дополнительные поля. Вот. Ну, плюс они, если кто еще понимает в PHP в этом что-то. Да, то есть видим, что PHP тут все-таки нужен. Как ни крути. Вот. И нам это надо совместить в итоге, да. То есть нам надо, наверное, сделать какой-то финальный массив Revives. Я его обозначу. Вот так вот. Значит, буду его возвращать в итоге. Этот массив Revives. Так, людей все меньше-меньше. Ну, конечно, вечер, пятница и много PHP и футбол. Что выбирать? Конечно, футбол. Вот. С прочими радостными атрибутами. Значит, вот смотрите, получается сам Revive. Да, это у нас... Что такое-то? Вот этот вот массив с двумя ключами по идишнику получили. Да, то есть там есть сейчас ключи Drop и Text. Вот. Еще в этот массив нам, наверное, надо добавить все-таки изначальный наш title. Имя человека. Да? То есть присвоить пост по ключу... ...пост title. Вот так вот. Вот. Ну и на этом этапе у нас все помимо фотки, наверное, будет уже достаточно неплохо работать. Давайте посмотрим на итоговый ответ. О, кстати, что-то Array пустой, потому что надо конец массива все-таки добавить. HP таки нужен. Вот, пожалуйста, ответ, который мы получили от этой функции. 0 Array, DropManager, Text, Name, Имя, Фамилия. По идее, теоретически, вот это вот вывести на экран уже можно. Давайте попробуем. Отправляемся в секцию отзывов. Да, находим, где он у вас тут был. Вот отзывы. User Slides, и юзер выводится как раз-таки с помощью цикла ForEach. Так. GetRevives, asRevive. Так. Вот здесь вот, значит, endForEach точно так же. Так, так, так. Ну и что? И надо как-то это аккуратно теперь вывести, правда? Какие-то места, которые мы можем, по крайней мере. Видите, фотку мы пока вывести не можем. Я не знаю, чего сюда выводить. Вот. Но я знаю, что выводить сюда. То есть я знаю, что вот здесь вот у нас будет. HP Echo Review Name. Так. Вот здесь вот у нас будет абсолютно то же самое. Да, только давайте. Так. Revive. Не, вроде нормально написал все. Так, вот здесь вот будет Review Job. Вот здесь вот будет Review Text. Давайте проверим. Так, 1.0 пишут, а кто кого. Так. Смотрим на экран. Смотрите, имя, фамилия, манагер и текст отзыва. Да, то есть все помимо фотки мы уже реализовали. Работает система. Только фотки не работают. Вот эта вот картинка, да, видим, что она пока статичная. Так, еще одного добавим. Да, добавим, добавим. Не переживайте. Все у нас будет. Вот, фотка это не та. Она, видите, выведена как 2GPG. Это не то, что нужно. Нет, перерыва не будет, потому что нам тут с вами осталось еще минут 20 посидеть. Может, полчасика. Посмотрим. Сейчас мы фотку прикрепим. Но вот по сложности скажите, как. Как вам кажется? Сложно это? Терпимо? Потому что это разные деньги. Сделать просто верстку и лендинг с редактируемым контентом. Вот тут опять-таки нет правильного ответа. Здесь кому как кажется. Вот, и знать для этого нужно что? Для этого нужно знать основы PHP и ориентироваться вообще в WordPress. В том, какие функции в нем есть, где эти функции смотреть, где читать документацию, что такое хуки, какие файлы в теме могут быть и так далее, и так далее. Вот, PHP здесь, заметьте, мы не используем никаких конструкций языка, помимо переменных, ветвлений, функций, циклов и массивов. Просто помимо этого есть еще некая логика работы, вот, которая важна. По поводу миниатюры. Но для получения миниатюры давайте погуглим WordPress get the thumbnail URL. Так, сейчас посмотрим, что нам выдадут. Get the post thumbnail URL. Так, установлены миниатюры? Нет, не нравится. Так, как бы нам ее получить по ID-шнику? Знаете, а может это и нормальная функция? Я вот так вот сейчас думаю. Нет, в Advanced Custom Fields я бы мог это добавить, но это есть и из коробки в WordPress, поэтому зачем? Вот в каком виде нам это нужно. Нам нужно получить путь до картинки, заметьте, передав туда ID-шник и размер этой картинки миниатюра. Поэтому мы вот здесь вот так и делаем. Revives.amg. Так. Присвоить get post thumbnail. Смотрите-ка, post ID. Зампнейл. Давайте я вот сейчас вот обновлю страницу. Видите, фотка отсутствует. И сюда я ее просто возьму и распечатаю. Я добавил сюда ключ AMG. Воспользовался стандартной функцией WordPress. О, человек появился. Может быть это иллюзия, может быть я просто, ну, решил вас таким образом обмануть, ведь фотка та же самая. Давайте проверим, обманываю или нет. Добавляю новый отзыв. Допустим, другой человек. Кто-то, ну, с непонятным текстом там. Так, так, так. И изображение записи сейчас давайте какой-нибудь найду. Только где бы его найти, но давайте. Так. HTDocs. Сейчас, где-то у меня тут картинки были припрятаны. Так, сайт 1AMG. О, нормально подойдет. Таким отзывом все верят. Ставим картинку. Смотрим на слайдер. Ничего не появилось. Так, кстати, а что это ничего не появилось? А, это статика вообще, погодите, это же статика. О, появились стрелки. Появился медведь Каала. Вот так вот. То есть, видите, это не иллюзия была. Динамическое редактирование контента работает здесь. Да, то есть, здесь один человек, здесь другой человек. Пожалуйста, так можно все блоки сделать. Редактировать статистику. Редактировать, загружать фотки вот для этой галереи. Вот это редактировать, если хотите. Вот эти иконки, посты можете сделать. То есть, вы вольны здесь поступать как угодно. Да, но главное, это, конечно, те части, которые редактируются часто. То есть, такие как отзывы, такие как часто задаваемые вопросы. А, наверное, тексты вот около этих иконок не факт, что его попросят сделать динамически редактированным. Вот, ну, плюсуйте, если понятно, что WordPress может. Что в итоге тут получается. Да, и мы сейчас сначала сделаем одну сноску, а потом перейдем к форме. К форме мы действительно перейдем. Я просто хочу одну функцию сейчас скопипастить, для того, чтобы вы понимали, те из вас, кто, например, не хочет изучать PHP, да, а хочет просто что-то на WordPress ковырять. Вот, что будет, если вы на WordPress сделаете какой-либо серьезный сайт. Давайте посмотрим. GetNumQueries. Вывожу ниже подвала. Запросов к базе 21. Это очень много. Давайте я не буду получать отзывы. Вот, смотрите, я GetReviews просто уничтожу. Запросов 9. Вы представляете, что WordPress по своему апе, по апе своих плагинов, заставил нас сделать? Он заставил нас на вывод двух отзывов потратить 12 запросов к базе. Это нереально. Почему так происходит? Потому что по-нормальному в PHP надо было бы собрать айдишники всех постов в рамках цикла. То есть один запрос к базе – это получить посты. Собираем айдишники всех этих постов и делаем запрос к базе на получение всех картинок для этих постов. И запрос к базе на получение всех доп. полей для этих постов. Это три запроса, а не 12. Но апе плагина Advanced Custom Fields принимает один айдишник. И функции для получения картинок во множественном числе тоже нет. Поэтому либо это дописывать надо самостоятельно, свой микроплагин делать. Либо искать готовые. Либо не делать на WordPress высоконагруженные сайты. Потому что этот лендинг, во-первых, легко можно закэшировать специальным плагином, чтобы он открывался автоматом, и сбрасывать кэш при обновлении. Кэширование для WordPress сайтов вообще важная тема. Ну и лендинг вообще как бы 21 запрос – это ладно. Просто у стандартного WordPress сайта может и 100 и 200 запросов в базе быть. Вот, в общем, такая подстава. И вот за это WordPress справедливо ругают. Просто смотрите, что получается. Вот тот же самый лендинг. Заказчику нужно, чтобы это все работало. И ему не нужно лендинг под SEO продвигать, как правило. Как там одну эту страницу продвинешь? Да, то есть это скорее лендинг для рекламы, чтобы туда контекстную настроить, еще что-то. И поэтому это его устроит. Так, в ВП не будет вебинара пятидневного. Не, ну насчет пятидневного я не знаю, а как бы шестиурочный будет, только не вебинар, а курс. Вот, в среду начнется. Вот такие вот дела. Так что, кто на правильном пути, кто изучает серьезный PHP, учтите, что у всего есть своя обратная сторона. Опять-таки, подчеркиваю, что в рамках этого лендинга это не проблема. Можно сделать кэширование. Да, в ВП есть специальные плагины, но любое кэширование имеет там тоже свои подводные камни. Где-то контент не обновится потом и так далее. Так, ну что, плюсуйте, если понятна эта ситуация, если готовы перейти к финальной части нашего момента, связанного с формой. Так, сейчас вот, нельзя ли было сделать отзывы по тому же пути, что и вопросы? Да можно, но у нас нужны были нестандартные поля, и у нас там еще картинка появляется. Вот, такая проблема. Так, значит, стоит ли идти на курс по ВП, если пока не успел выучить основы PHP? Ну, смотрите, тут проблема какая. Я вот JavaScript люблю, Vue.js люблю, и эти курсы, и Smart Grid люблю, и провожу эти курсы раз в два месяца, например. А WordPress я проводил в августе того года, и в этом году его больше не буду проводить. Потому что я не настолько люблю WordPress, чтобы больше раза в год рассказывать про него на курсе что-то. Вот, просто его просят. Те, кто Smart Grid проходит, опять же, да, и они, ну, как бы чувствуют, что CMS-ка нужна, да, что эта стоимость может повысить. Так. Будет ли сегодняшний материал разбираться на курсе ПВП? Ну, нет, нет. Сегодняшний материал будет там подробнее разбираться, но тех, кто на него записался, я вот этот вебинар скину им, всем, кто записался, чтобы они просто как бы заранее его тоже посмотрели, чтобы не дублировать. Не рассказывать там то же самое. Так, как отношусь к AJAX в WordPress? Да нормально, нормально. Можно вот эту форму под плагин никакой не подключать, а просто AJAX-запрос отправить на сервак. На курсе будет разбор создания темы. Да, там будет не лендинг, про лендинг мы тоже докрутим, но там будет именно тема многостраничная с выводом своих типов постов на отдельную страницу, да, чтобы рассмотреть это более комплексно, более сложные, более разные ситуации. Так, вот в Жумлой не знаю, в Жумлой ни разу не работал, как-то не довелось с ней столкнуться. Видимо, услышал о ней хорошие отзывы и сразу просто убежал. Так, за сколько времени примерно реально хорошо понять ВПР? Это практика. Практика решает. То есть вот курс идет там примерно где-то 5 недель, вот, но, вы знаете, вот, чтобы хорошо понять ВПР, надо перелопатить много документации еще. Вот. Это вот 100%. Так, по поводу запросов только кэшированием. Но либо кэшированием, либо оптимизировать вот этот момент, не использовать стандартный GET-запрос-замбнейл-URL и вот это, а писать самому запрос к базе с помощью объекта ВПДБ. Вот. И можно тогда это реализовать, но надо тогда синтаксис в SQL понимать. То есть смотрите, тут что получается. Чем лучше вы знаете PHP, тем лучший сайт вы сможете сделать на WordPress. Кто PHP вообще не знает, ковыряет Visual Composer, готовые темы. А готовые темы, знаете, что бывают делают? Вот грузят на страницу сразу 100 постов. Да, надо при скроллинге вниз их просто открывать постепенно. 100 постов не надо тогда грузить, надо загрузить первые и при скроллинге Аяксом запросить новые. Они могут 100-200 на главную загрузить, то есть там как бы никто не дает вам гарантии по поводу того, насколько адекватно тема написана. Вот. Ну а теперь тема. Теперь формы. Да, давайте форму сделаем. Кто какие плагины слышал для создания форума в WordPress. Так, файлы вебинара. Но частично будут. Я приложу все, пожалуй, кроме верстки самой. Пару экранов вот эти приложу, которые мы сделали. Так, контакт форум, понятно. Я скину вам все файлы WordPress, помимо самой темы в исходнике к этому вебинару. Так. Да, тут есть куча разных плагинов для форума на WordPress. И есть такая подстава, что вот контакт форум 7, он, наверное, не самый удобный, не самый крутой сейчас по современным меркам. Но он один из самых простых. Он генерирует как можно меньше гадостей всяких. Потому что вот здесь специально такая форма сделана, которая для плагинов WordPress ложится не очень хорошо. Потому что видите, что тут творится? Кнопка и инпут лежат рядом друг с другом. И если хоть одна обертка сюда попадет, здесь слетят флексбоксы. И вот это просто нереальная подстава. Потому что все плагины, без исключения в WordPress, для инпутов будут делать свои обертки. И нам придется с контакт форум повоевать по этому поводу, но мы добьемся нормального итогового результата. Просто учитывайте, что все плагины с формами так или иначе вот эту подставу создают. Как ни крути. Ну ладно, значит, активирую контакт форум 7. И пытаемся соотнести его работу с нашей версткой. Сейчас он активируется. Так, заходим, значит, в контакт форум. Давайте отредактируем контактную форму. Все стираю. Ну, разумеется, кнопка отправить. Так, на кнопке у нас... Давайте посмотрим в верстке, что там написано. Так, 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 это подвал. Order now. Вот этот наш фрагмент. Видим. Значит, на кнопке написано let's go. Так. Input type submit. Видите, класс еще есть, да? Что важно. Ярлык let's go. Класс. Subscribe form submit. Ну, нормально. Видите, так это можно и вручную написать, кстати. Вставляю для сабмита данные. Вставлю текстовое поле для телефона, например. Ну, тел 950 пусть остается. Это условное поле, как бы это не так важно. Тип поле обязательное, разумеется. Класс. Смотрим, какой класс у нас здесь есть. Subscribe form email. Так. Вставляем. Значения по умолчанию используем как заполнитель, как placeholder. Enter your phone. Так. Ну что, вроде нормально. Вставили. Письмо. Вот я сейчас не буду это настраивать. Я не буду сюда вписывать your name, your email. Это и так все автоматом можно сделать. Вот. Я сюда единственное. В тело письма, смотрите, что впишу. Это важно реально. Я в тело письма впишу тел 950. Это именно то поле, которое будет отправляться в самом письме. Ну, это данные с формы, которые будут админом идти. Вот это все можете заполнить своими данными потом. Итак, нажимаю сохранить. И вот он, шорткод, который я должен запустить с помощью специального метода WordPress под названием doShortCode. Запускаем, значит, doShortCode. И вот так вот, значит, да. Ну, у нас сейчас ничего хорошего не получится, сразу скажу. Форма будет выглядеть немножко не так, как нам надо. Так. Интересно, где она у нас тут вообще? Наверное, echo doShortCode все-таки. Так. Так, 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 так. Сейчас секунду отформатирую, чтобы удобно было читать. О! Ну что, заказчик примет такую форму? Не, как думаете? Не примет? Вроде работает. Так. Креативненько. Да, ну, что-то не то. Ну, нижней формы, разумеется, нет. Я просто ее оставил, чтобы мы просто сравнили, ну, или могу удалить. Короче, смотрите, здесь что получается. Он генерирует за разу много оберток и немножко ломает нам структуру элементов. Форм. Видите, он ее в div еще обернет. Спан какой-то и так далее, и так далее. И дальше начинается немножко такого шаманства. Ну, во-первых, мы давайте не форму назовем класс subscribe form, а мы сделаем отдельный gif, который будет это дело обрамлять. Благо, сюда теги добавляются очень хорошо. Добавляем просто div класс subscribe form div. Мы не хотим рушить верстку, которая у нас изначально есть. О, а такую форму заказчик что, не примет, что ли? Смотрите, как классно. Почти работает. Чего нет? Вот. Наехало только друг на друга. Значит, дальше придется заниматься не очень хорошей вещью. Придется делать вот такой запрос. Contacts form 7 remove span tag. Надо как-то удалить эти дурацкие спаны. Пытаемся нагуглить решение. Этой задачи. Add filter. Ля-ля-ля. Давайте попробуем. Я вот как будто бы без понятия, работает это или нет. Не, понимаете, через стиль что-то можно удалить, а что-то нельзя. О, вы смотрите, какое чудо. Остался только дурацкий вот этот спан под названием ayax loader, который, видите, крутится. Оп, оп. А остальное все готово. Если это смещение заказчика не устраивает, можете ему position absolute поставить, этому ayax loader. Вот, и как бы не будет его на странице вообще. А так почти все окей. Да, то есть надо нагуглить некий фильтр, который найдет эту форму и вырежет нафиг с нее все лишнее. Вот как-то так. Теперь у нас появляется более-менее какая-то адекватная формочка, которая пока что работает, может, не слишком классным образом. Но плюс о ните, если понятны эти шаги. То есть вот надо сначала форму соорудить, потом нагуглить. При этом сразу хочу сказать, что не все формы так гладко пройдут. Будут проблемы, если формы сложнее. Вот, и поэтому надо учиться, учиться более подробно, да, для того, чтобы знать разные подводные камни. Слайдер, да, можно сделать как отзыв, можно просто тупо галерею стандартными средствами реализовать и вывести шарт-кодом, например. Для этого, правда, надо знать, что есть в WordPress галереи и что есть шарт-коды. Так. Ну ладно, давайте форму доделаем. Или что, заказчик такую форму примет, нет? А то вот все там, какие-то галереи хотите уже делать, блоки с соцсетями. Пойдет, да? Наверное. А что, нет? Человек поймет ведь. Ну, короче, здесь, смотрите, теперь здесь другие темы начинаются. Надо дописывать стили, потому что в статической верстке у вас этих элементов не было, а теперь они появляются. Ищем. VPCF7ResponseOutput. Да, легко. Поехали. Я вот даже, знаете, куда это закину? Я закину в наш файл со стилями, в основной, вот в этот, эти данные. Потому что эти стили появляются только с предшествием в нашу верстку WordPress. Итак, border. Border здесь нас не устраивает. Border none. Внимание, вот так вот здесь дописывать нужно. Иначе рамка может не отключиться. Давайте еще пару свойств добавим очень простых. Color FFF. Допустим, тексты, line, center. Давайте посмотрим. Вам не кажется, что так намного лучше? И главное, этот текст мы тоже можем легко отредактировать. Так, где тут? Введите. Нормальный телефон. Оп. F5. Бам. Введите нормальный телефон. Вот. Ну, плюсуйте, если понятно, что это очень просто. Мы просто добавили стиль. Да, то есть ничего тут особо сложного нет. Так, как применить скидку на курс 40%? Там цена с учетом скидки уже написана. Там все нормально на лендинге. Заявочку отправляете и... Просто на этом лендинге нету зачеркнутой цены. Вот. Так. А что будет, если я успешно отправлю заявку? Спасибо за ваше сообщение. Оно успешно отправлено. Но тоже не круто. Надо, наверное, написать менеджер. Менеджер скоро вас найдет. Вот так вот. Скажите, а что еще помимо этого сообщения хорошо было бы сделать? Помимо того, что человек увидит вот это вот. Это еще раз сейчас продемонстрирует то, что навыки программирования нужны скрыть форму. Совершенно верно. А знаете, что нужно сделать, чтобы суметь скрыть форму? Надо на JavaScript уметь хоть чуть-чуть писать. Contacts форум аякс callback. Так. Contacts форум аякс callback. Документ от event list vp mail send успешно отправлено. Пожалуйста, ля-ля-ля. В документации тоже все есть. Алерт и так далее. Так вот, отправляемся дальше в наши скрипты. Давайте в самый низ. Документ от event list но я думаю, что тут все фанаты jQuery, поэтому я подпишусь на объект документ именно по jQuery с помощью метода on ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, function event не будем менять саму структуру да, всплытия третьим параметром. И, короче, что я делаю? Я нахожу вот эту форму. Да, где она тут у меня была? Где этот div с формочкой? Надо просто правильный класс теперь найти. Правильный класс, наверное, на самой форме написан. Смотрите, вот он. subscribe forum Так, отправляемся сюда. Subscribe forum, допустим, slide up 300 Опа! Скобка, скобка есть. Вроде скобка тоже есть. Ну, давайте проверим. Так, видите, нормальный телефон. Менеджер скоро у вас найдет, форма скрылась. Вот, плюсуйте, если чувствуете, что знание JavaScript и умение гуглить это тоже хорошо. Да, что как бы свобода в программировании дает свободу и в CMS тоже. Как ни крути. Поэтому, кстати, если JavaScript не особо знаете, вот с 29 июня тоже начнется тусовка. Вот, а WordPress с 20. Вот такие вот дела. Ну, и, кстати, в WordPress тут еще, знаете, что интересно? надо еще и плагины уметь гуглить дополнительные. То есть, например, если мы воспользуемся стандартным Contacts Form, то выяснится, что он все эти данные просто кидает на почту админу. Вот, из-мейл аутпут информация. Да, вот он, телефон введенный. А иногда хочется, чтобы в базе это тоже оставалось. Ну, это, в принципе, тоже несложно сделать. Снова ищем Contacts Form. Ищем, ищем, ищем. Ждем. И тут сейчас еще один плагинчик, короче, найдется. Contacts Form Database Add-on. 100 тысяч плюс активных установок, значит, плагин нормальный. Устанавливаю, активирую, и заказчик после этого, я думаю, будет нормально себя ощущать. Сейчас увидим, почему. Так, вот смотрите. Contacts Form Add-on, контактная форма 1, count 0. Сейчас он телефон оставит. Бац. Оп. Оп. И вот он, этот телефон, и дата. То есть данные никуда не пропадут, даже если письмо на почту не дойдет. Ну, вот как-то так. То есть вот это то, что я вам сегодня хотел показать. Вам решать, это сложно или нет. Но просто статическая верстка, это одни деньги и одни заказчики. А вот такое насаживание верстки на WordPress, это другие деньги и другие заказчики. Не скажу, что это там в 10 раз больше по деньгам. Нет, ни в коем случае. Но это все равно дороже. И, что самое ценное, многие заказчики есть, которым ваша статическая верстка просто не нужна. Вот не нужна и все. Им надо, чтобы исполнитель сделал им сайт и не верстку. Да, вот. И поэтому верстку надо на CMS-ку насадить. Как-то так. Так, ну, значит, давайте вот сейчас, кто хочет смотреть футбол, можно смотреть футбол, даже если любите WordPress. И минут 5 поотвечаю на вопросы, которые накопились, и после этого уже тогда будем завершать. Так, можно ли свой обработчик форума написать в ВП, как его прикрутить? На курсе это покажу. Прикрутить можно. В ВП есть стандартный, как бы, стандартная точка входа для АЯК-запросов. И можно разместить там свой обработчик, который будет АЯКСом получать запросы и в JSON-е, например, обратно отдавать ответ. Вот, мы такое на курсе сделаем. Хотя это некоторых, наверное, по уровню знаний PHP смутит, но, как бы, все равно полезным это, я думаю, окажется. Так, на лендинге ПВП крайняя цена 7000. Ну, если другие курсы не проходили у меня, то да, это крайняя цена. Если курсы проходили, вбиваете свою почту, нажимаете ТАП, снимаете фокус с поля и рассчитывается скидка по программе лояльности еще дополнительная. Вот, от 10 до 20 процентов. Ну, а если курсы не проходили пока у меня, то да, то семерка. В понедельник будет больше чуть-чуть. Так, сейчас, что еще в вопросах тут есть? Ну, ладно, рекурсию вам устроим, чтобы основы программирования не забывали. Так, получится ли создать сайт типа Flamp чисто на темах и плагинах? Вот, я думаю, он будет очень медленно работать. Как отношусь к AJAX, ВП из коробки уже отвечал, я ей, нормально, там, не самое крутое, но работать можно с AJAX из коробки. Какой шаблон проектирования УВП? Можно сказать, что у него нет шаблона проектирования, а можно сказать, что шаблонно ориентированный. Вот, это противоречит классическому MVC, но как бы где-то дает определенную гибкость. Сколько теперь запросов к базе? Чуточку побольше. Я уже, к сожалению, стер этот код, но мы можем вернуть, но я думаю, что там было 21, стало, может быть, там 25, 26, а может быть, 23. Все-таки контакт-форм должен сделать просто запрос к базе, чтобы эту форму вытащить, но не более того. 23, да, плюс 2 запроса. Можно это закешировать, и все. Так, отзыв оставить? Да, я просто не сделал на сайте страничку, поэтому лучше отзыв не оставить, а прочитать. Вот, вот здесь вот отзывы есть, виджета контакта, можете почитать, и это, там формочка еще есть, кнопку в ней нажать. Так, каким образом делать кэширование? Подключается стандартный плагин, который статическую страницу по этому руу сгоняет, значит, в HTML-файл, и заказчик должен быть осведомлен о том, что при изменении данных надо просто нажать другую кнопку в WordPress, еще удалить кэш, и тогда это будет летать прям как статический сайт. Ну, за исключением там каких-то запросов, как, например, отправка формы. Да, в остальном будет все четко. Что, если для VP вместо jQuery подключить Vue? Ну, можно попробовать. На фронт в N части вообще проблем не будет, в админке, конечно, будет все подозрительно, скорее всего. какие еще вебинары будут? Ну, пока что вот стартует прилично курсов, поэтому в вебинарах пока перерыв, я все-таки на прошлой неделе по Vue провел, сейчас PvP, по JavaScript перед стартом курса вряд ли что-то будет, там темы уже заканчиваются постепенно. Вот, так что я думаю, в вебинарах сейчас перерывчик небольшой. Ну, ладно, короче, в общем, плюсуйте, если показался WordPress не таким уж и страшным, что это все можно освоить, перейти как бы от статики, статической верстки к сайтам под ключ. Вот, я полагаю, что на YouTube вебинар наверняка вызовет как бы и радостные отклики, и комментарии от бородатых программистов на тему того, что WordPress это абсолютно небезопасная и отстойная вещь. Но, еще раз, есть молоток. Вы не можете молоток любить или не любить, точнее, вы можете молоток не любить, потому что вы помните, что когда-то двинули им себя по пальцам, когда гвоздь в стену загоняли. Но, если вам надо будет загнать гвоздь в стену, вы возьмете молоток. Не, вы можете, конечно, стулом его загнать. Стул-то он приятнее, на нем сидеть можно. На молотке не посидишь особо. Вот, но вы просто, понимаете, для каждой задачи свой инструмент. Вот, и поэтому, если заказчику WordPress нужен, вы берете WordPress и делаете. Возможно, это не самая интересная в жизни вещь. Верстка тоже не самая интересная вещь, поверьте. Да, но, тем не менее, заниматься ей можно, зарабатывать на этом можно. Ну, все, ладно. Как запись будет называться? Да, запись, вот, я сейчас вам три ссылки финальные закину. Значит, YouTube канал, курс WordPress, курс JS. На YouTube канале появится новое видео, подписывайтесь, завтра, или сегодня ночью там в оповещениях придет. Ну, ладно, мы немножко засиделись, время позднее, всем хороших выходных, хорошей пятницы, отдыхайте, учите WordPress, видите, тут как бы не все так уж и страшно, немножко знания PHP, и вы можете перейти на другой уровень, делать не просто статику, а именно настоящие динамические сайты. Все, всем пока, хорошего настроения, успехов, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok